Суббота на календаре, чуть за полдень И вроде я хорошо отдыхал себе за городом Пытался позагорать Ну я шучу, конечно же Но моя коллега Таня Гостинчикова Вызвала меня прямо в столицу Прямо в Лужники Потому что здесь сегодня проходит музыкальный фестиваль Ласточка Сегодня посмотрим, что за ласточки Ласточки мои Много всяких площадок непонятных Баду Здесь у нас все для спорта Рокет фейк тату шоп То ли продают, то ли бесплатно делают Лужники, конечно, не узнать Застраивать чем-то Наверное, элитным жильем Реанимация Ну правильно, зачем скорая? Можно сразу Наверняка же пьют такие напитки Это мы пришли с большой задержкой Но похоже, что еще никто не пел Хипстеры грустные сидят И, конечно, магазины Ну какие же хипстеры из магазинов-то, а? Можно лицо накрасить Хипстерам нужны магазины Лицо накрасить? Да, точно Хит восьмидесятых Очень, кстати, концептуально, да Но для тех, кому не хватило отпуска Или не получилось А это, видимо, туалет Нет, не туалет Нет, здесь тоже красят Это делать красоту Здесь прямо профессионально-профессионально Маковцы И на видео снимают, да Круто Интересно Интересно делали они аквагрим Очереди Это генетика нашего народа Ничего не надо Дай в очередях постоять Безудержное веселье Снова очередь Еще одна очередь Там написано Иван Дорн Видимо, это очередь К мощам Ивана Дорна Снова очереди 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 Очередь, чтобы отравиться чашечкой Нескафе А вот, видимо, и ВИП Делает зарядку Милиционер из Росгвардии Знаете, я могу вам на почту отправить Если вы, например, любите музеи Выставки И все, что с этим связано Не успели мы войти в ВИП Как нам пытаются впарить Мастеркард Бесценные города А, ну да Знаем такую штуку Вот она Там Игорь был, да А вот, давай, смотри Это мороженка Это тебе А, тебе водочки А, а там, смотри Водка на паровозе Смотри, как круто Едет водка и закуска Класс Нормально? Класс вообще О, вот это да Можно догнать, а можно пойти навстречу Да, два варианта Да На обережении не получится Неизвестно, неизвестно, что правильно Так оно тут разное всякое, да? Это все спиртное Это я все не пью Хоть она и вкусненькая Нет, для нас, для детей Этот алкогольный аттракцион бесполезен Абсолютно это такое Давайте я вас тоже Смотрю на паровозе Смотрю на паровозе А безалкогольный они не хотят делать Безалкогольный не хотят делать И с принципом Смотрю на паровозе 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 Вот паровозе Самое оно Чизкое Смотрю на паровозе Эта С atrás Смотрю на арког П αυτό Смотрю на паровозе У all the enta Я их напишу А не Я убежал Я переключаю Я żył Я не знаю Нам л ainsi Я żyorm Я denk Ты 's Most Еще будьте добры, швейцарский шоколад Повезло, что есть мовен пик Это хотя бы безалкогольное мороженое Даже кофе на выбор Бутылки прозрачные, вроде как обычная водка на запах Они ее разбавляют водой и она начинает становиться похожей на молоко А, да, когда она молочный добавит курицарский Если меня наливают воду, она нам пилиет Я чистую воду, беленький И я измер avere пламя а, да а, да а, да А, да а я А это кораблик, он алкогольный. Оказывается, даже на кораблике ничем не кормят, только наливают. Что же делать такое? Что за мир современный? Ну, красиво. Можно любоваться красивыми видами голод. Тоже, кстати, полезно для здоровья и психики. Ах, белый, вот так вот. Всегда чилу и очередь в туалет. Ах, белый, вот так вот. Ах, белый, вот так вот. Умереть не встать. Самая главная ценность – это умереть. А, так это еще и не русское. Или дело излишне русское. Ну, в общем, все, кто мечтает умереть молодым, довольны. Далее Иван Дорн. И даже есть зоны спорта, ну, условного спорта и отдыха. И, конечно же, очередь – это главное развлечение постсоветского человека в третьем и четвертом поколениях. Гуляю по площадке и пытаюсь понять, кто аудитория фестиваля «Ласточка». Ну, вряд ли люди с детьми и вряд ли даже спортсмены. Хоть здесь, конечно, и дворец спорта и много спортивных площадок, но все же это больше похоже на фестиваль людей, которые любят странную непонятную музыку и мечтают умереть молодыми. Видимо, вследствие алкогольного отравления. Я же боюсь, здесь многие скорее умрут от скуки, пока дождутся Эли Голдинг, который будет в 21.30, и то, если без задержки. А учитывая, что сейчас около 6 часов вечера, лайн 6-го, я думаю, что я буду в рядах тех, кто... Уйдет первым до ее появления на сцене. Ну, на самом деле, в любом случае, когда-нибудь Эли Голдинг приедет на фестиваль из разряда легенды Ретри ФМ. Ну, и будет тоже ходить в такие вот туалеты. Парайдер, так будет написано. Фестиваль «Ласточка». Вот. Иван, иди сюда. Парайдер «Ласточка». 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 Девочки, все это были городские. Ты знаешь, да? Очень редко можно встретить девчонку, которая тебя не попросит. Супер. Вот, Даша у нас, собственно, уникальна. На самом деле, очень круто, когда Даша уникальна уникальна, стараясь прожать, как будто быть самым собой, и это всегда очень важно. Особенно в макияже. Конечно, должен сделать из вас находит. Находит. Попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что может быть общего у спорта, туалета и детей? Ну, разве что направление О, надо же это поддерживает радиоэнерджи Судя по музыке и по количеству алкоголя Поддержкой этого мероприятия Скорее должно было заниматься радио-шансон Это, кстати, типичный для шансона знак Ну, публика такая наша, надо сказать Бородатые модники с детьми Которые любят лимонад Полицию Полиция Да, полиция, оказывается, еще и массаж делает Прикольно Ну, а сегодня поехал на английском Как же ему подпевать? Ведь этих слов никто толком не знает Смысл к нему привыкать, когда он все завтра опять повиняет Что я могу здесь сказать? Вы извините Не обессудьте Те, кто не знает слова, вы их не поете, а просто танцуйте Тем, для кого нет хита, так выберите и распространяйте Тем, кому что-то не так, так вы быстрее, что не так, вы истяйте Тем, кому все вроде ок и принимают все мои состояния Я говорю молоток и благодарю за понимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Иван Дорн абсолютно прекрасен! Абсолютно! Видимо, потому что, во-первых, ему пофиг, а во-вторых, он полон вдохновения. Или наоборот, во-первых, он полон вдохновения, а во-вторых, ему пофиг. Извини, я, правда, такой тусовщик. Я вчера взял и ушел с мероприятия, как только кончилась зарядка на мобильном телефоне, потому что я просто не могу уйти в себя, все все равно пьют алкоголь, а я и в принципе не пью. Ну и я, в общем, решил, что я лучше отосплюсь и погуляю. Как прекрасно гулять, когда просто солнце, вода, зелень, мало-мало людей и музыка всегда с тобой. Ну а если кто-то скажет, вот, Эли Голдинг, она вчера ехала, так старалась, платье побирала, репертуар. Вы знаете, в инстаграме я смотрел ее песни, очень похожа на группу комбинации. Группу комбинации я больше люблю. Нет, нет, я ничего против Эли Голдинг не имею, но было бы круто, например, если бы она исполнила вчера пару песен группы комбинации, меня бы это заставило остаться на фестивале, даже при том, что батареи моих телефонов сели. Все-таки событие, которое останется в истории души, а не в хистерии инстаграма. Впрочем, я думаю, у Эли Голдинг, как и у группы комбинации, все еще впереди. Больше фестивалей хороших и разных. Единственное, что осталось невыясненным, почему же музыкальный фестиваль все-таки носит название «Ласточка». Мы с Таней предположили, что это для того, чтобы ты встал с утра ласточкой, и если можешь стоять, значит окей, следующий фестиваль для тебя. А если нет, то все. ЗОЖ. Да, и к слову, об оригинальности названия музыкальных фестивалей. Если бы я делал, например, музыкальный фестиваль, я бы назвал его «Малина». И провел бы его в «Малиннике», например. Плохо, что ли? Правда, крапивы здесь тоже много, но я, может быть, музыкальный фестиваль и крапива бы назвал, и провел бы его в крапиве. О! Очень концептуально. Представляете, сколько эмоций было бы. То есть, если кого-то музыка не впаривает, взял и отхлестал его крапивой. Ну или артист какой-нибудь, условно говоря, Филипп Киркоров, начал выделываться опять. Взял его хворостиной, как и малины лишил. Все. Фестиваль крапива. Да будет так. Давайте, кстати, товарищи инвесторы, собирайтесь. Пора бы уже заниматься делом. До скорого.